МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если можно, расскажите, где вы учились и почему оказались именно в Рязани, именно в театре драмы? Ну, начнем, наверное, с того, что именно в Рязани я и родился. Учился я в Казани, закончил Казанское театральное училище, потом работал в Самаре, в Москве, в Краснодаре. Ну и вот вернулся, так сказать, на родину. Так получилось, что в тех театрах, в которых я работал, не могу сказать, что не сложилось. Ну, вот на все воля Божия, и так получилось, что теперь я здесь, я дома. Какая была ваша первая роль в театре драмы? В театре драмы так получилось, что как только закончился сезон, вот именно для показа, то есть спектакли закончились, тут же вышли в работу в Король Лир, и я, можно сказать, влетел в этот проект. И моя первая роль была Эдмонда, побочного сына Гостера. Ну, если можно, чуть подробнее об этой роли. Как вам было с ней работать? Сложно, тяжело? Ой, вы знаете, ну вообще, в принципе, работать над ролью – это достаточно тяжкий труд. Тем более, когда новая труппа, совершенно новый режиссер для меня, с которым я еще не сталкивался, никогда не работал. Поэтому, да, было достаточно трудно, достаточно тяжело, но, тем не менее, на мой взгляд, работа проведена достаточно неплохо. Плюс, учитывая то, что в этом спектакле занято, ну, больше половины нашей труппы, я как раз успел со всеми познакомиться, адаптироваться и влиться в атмосферу театра. – Насколько я знаю, еще одна роль у вас в спектакле «Чайка», который только готовится к выходу, да? Это будет, по-моему, в конце января. – Да, премьера у нас 29 января, сдача уже у нас прошла спектакля. Эта роль Треплева – это, наверное, ну, одна из самых желанных, и в то же время самая трудная роль для актеров моего поколения, тем, кому 25, потому что и персонажу этому 25 лет, и вроде бы казалось, что все достаточно близко и просто, но, учитывая, что это Чехов, что он так просто не дается никому, работаем, готовимся к премьере, одним словом. – Насколько лично вам этот персонаж близок? – Ну… – Есть что-то схожее между вами и персонажем? – Да, вы знаете, наверное, есть. У нас примерно одно мышление, мы примерно одинаково стрепливаем, мы представляем положение в искусстве тех или иных людей. Мнение о современном театре у нас тоже с ним достаточно похоже, но в остальном, в тех ситуациях, в которых оказывается он, и с мамой, и на личном фронте, с ним, и за речью, и так далее, тут мы немножко, слава богу, по отдельности. Я, слава богу, не склонен к суициду, как мой персонаж. Поэтому приходится немножко себя перебарывать, ломать себе косточки и искать какие-то новые краски. То есть то, чего раньше я не делал, потому что здесь такая работа, как вот, ну просто вот вышел на органике, на темпераменте, здесь это не прокатит ни в коем случае. Здесь все нужно прожить, а как прожить то, чего не было в жизни? Здесь приходится именно до чего-то догадываться, угадывать, общаться с людьми, ну и просто наращивать тот опыт, которого еще нет для этой роли. Но будем надеяться, что все удастся. Сегодня у нас в театрах достаточно разноплановый репертуар. Мы можем посмотреть и классику, и какие-то, может быть, современные комедии, и детские спектакли в том числе. Вот для вас, как для артиста, где вам играть проще, легче, может быть, больше нравится? Вы знаете, больше нравится там, где труднее. Потому что где труднее, соответственно, там больше вкладываешь себя, вкладываешь душу, силы, время, опять же-таки. Проще играть в современных комедиях. Рэй Куни, да их много на самом деле, современных авторов, которые пишут легко и просто. Ты выходишь на сцену, ну и практически мало затрачиваешься. Просто получаешь удовольствие, как рассказываешь анекдот. Ну, а, наверное, самое приятное – это играть детские сказки. Потому что, ну, глядя на тех малышей, которые на тебя смотрят, как на что-то великое, на какое-то чудо, просто буквально, да, это очень приятно, это очень здорово. Но и это тоже очень тяжело, потому что собрать внимание детей намного сложнее, чем внимание взрослых. Насколько я знаю, в театре драмы сейчас идет подготовка к спектакле «Снежная королева» как раз для детей. Но вы будете играть в интермедии, причем роль самого главного зимнего волшебника. Вообще, вы в своей жизни когда-то уже играли Деда Мороза или это первый раз? Ну, вот так, чтобы прям в театре. Я, наверное, первый раз Деда Мороза. Вообще Деда Мороза в свое время на третьем курсе в училище. Ну, я могу сказать, что это колоссальный опыт, в принципе, для любого актера. И очень большая разница между тем, когда ты студент, ты это делаешь все-таки немножко по-своему, и другое дело, когда ты уже актер, ты уже в театре, детей в три раза больше, нужно в три раза больше и стараться, и выкладываться, и поздравлять таким вот голосом, и так да, и так далее. Но это, по крайней мере, забавно, это весело. То есть это не просто какая-то сказка, а это, ну, по большому счету интермедиа – это импровизация, потому что дети приходят разные, разные приходят совершенно родители, но мы готовы ко всему. В этом плане, и с новогодней сказкой у нас потрясающая «Снежная королева», на мой взгляд, по крайней мере, я вот видел буквально позавчера прогон, но мне не стыдно за наш театр, за эту сказку, вот честно. Я думаю, что дети, которые придут, им понравится эта сказка, и она сделана в таком именно волшебном стиле. Когда будет премьера? Так, премьера «Снежная королева» у нас 21-го числа. То есть, ну, в общем-то, вот-вот. Вот-вот. Вы волнуетесь? Перед вашим дебютом в роли Деда Мороза? Вот перед дебютом Деда Мороза я волнуюсь очень за ребят, именно, которые играют саму непосредственно «Снежную королеву», сам спектакль. Я не волнуюсь, они готовы. Они готовы, я за них очень рад. Ну, я еще раз повторю, что сказка детям понравится. Скажите, а вы сами как относитесь к этому празднику? К Новому году я отношусь еще с большим уважением, чем к Дню Рождения, потому что для меня этот праздник, он как-то с детства был намного светлее, что ли, немножко радостнее, чем собственный День Рождения, потому что я его никогда не любил отмечать. А Новый год – это переход к новому, это новые перспективы, это все новое, все старое остается сзади, поэтому Новый год я отмечаю, как правило, хоть и в кругу семьи, но так, чтобы это запомнилось надолго. Ну, вот сегодня у нас такая погода не совсем зимняя, да, не совсем новогодняя, и настроение у многих людей не подстать празднику. Может быть, у вас есть какие-то секреты создания праздничного настроения? Секрет создания праздничного настроения достаточно простой у меня. Ну, во-первых, надо выспаться. Во-вторых, зима – это вообще не состояние города под снегом, он или не под снегом. Зима – это зима, это некий холод, который тебя окутывает, но ты при этом в тепле. Это какое-то определенное уединение с самим собой, со своими близкими, так же, как и сам праздник Новый год, на мой взгляд. Что касается снега, то, ну, я думаю, что снег будет. Мне кажется, что все-таки он выпадет именно тогда, когда нужно будет. Ну, правда, на все воля Божия, и я думаю, что без снега нас никак не осталось. Ну, а тем более вы, как Дед Мороз, наверное, наколдуете и поспособствует. Я постараюсь. Я сделаю все, что от меня зависит, и будем надеяться, что снег выпадет. Ну что ж, Никита, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Мы поздравляем вас и вашу труппу с наступающими праздниками и желаем вам успехов в Новом году. Спасибо большое, вас тоже поздравляю. Ну, надеюсь, что не последняя наша встреча. Взаимно. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»